Здравствуйте, уважаемые пистяковцы, коллеги, руководители предприятий, организаций, учреждений. Все здесь присутствующие, ветераны, все, кто сюда сегодня пришел. Сегодня я читаюсь перед населением о работе администрации за 2018 год. Вот сразу скажу, что так как доклад получился достаточно объемный, то я буду не говорить о том, какие направления и для чего они важны, нужны. Любое направление в нашей работе, оно востребовано, нужно. И также в цифрах я их округлил для того, чтобы это воспринималось более на слух, ушел от десятчисленных долей, то есть цифры такие более округленные. Уважаемые депутаты, представители общественных организаций, руководители учреждений, предприятий, ветераны и жители района. Сегодня в соответствии с требованием 131-го федерального закона, уставом Пистяковского муниципального района представляю вам отчеты о результатах деятельности администрации района за 2018 год и подвожу итоги социально-экономического развития района за отчетный период, который является результатом общей работы администрации, депутатского корпуса, органов местного самоуправления, поселения трудовых коллективов предприятий, учреждений и организаций, представителей малого бизнеса и всех, без исключения жителей района. Год был непростым, насыщенным общественно-политическими событиями, на фоне которых проявилась активность жителей района. Это показали результаты выборов, проходившие в марте-сентябре прошедшего года. Несмотря на определенные трудности, в целом за 2018 год всеми нами проделана немалая работа. Насколько она была эффективна и оценит граждане района. Основной стратегической целью администрации района было и остается повышение качества жизни жителей за счет бесперебойных функционирований всех систем жизнеобеспечения и их дальнейшего развития. Социальной стабильности, сбалансированности районного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов и исполнение расходных обязательств муниципального образования. Анализ социально-экономического положения района. Чистость населения района на 1 января 2019 года по предварительным данным составила 5611 человек. Естественно, убыль населения за 2018 год составила минус 127 человек. В 2018 году родилось 19 детей, в 2017 – 50. На этот год прогноз неутешительный, всего 9 ребятишек. Умерло 146 человек, в 2017 – 117. Численность постоянного населения района продолжается ежегодно снижаться, в 2017 году снизилась на 4%. Это минус 231 человек. Здесь иммиграционные процессы, кто-то уезжает, кто-то приезжает. На сложившуюся ситуацию повлиял социально-экономический кризис в 90-х годах, который пролег за собой спад рождаемости, соответственно, сокращение числа женщин в репродуктивном возрасте. Ну и, конечно же, как я и сказал, влияет на все это иммиграционные процессы. Уровень регистрированного безработица в 2017 году составил 1,8%. 17 – 2,2%. По состоянию на 1 января текущего года служба занятости населения состояла на учете 15 граждан. Из них 12 безработных. В целом за 2018 год за содействие в поиске работы в ЦЗН обратились 344 человека. Из них 163 получили статус безработного. Необходимо отметить, что в 2018 году дополнительно на территории района создано 15 рабочих мест. Среди месячной начисленной заработной платы в организациях района, неотночащимся к субъектам малых предпринимателей, за 2018 год составил 22 443 рубля. Это на 19,6% выше по сравнению с 2017 годом. В районе зарегистрировано более 83 юридических лист различных форм собственности и 107 индивидуальных предпринимателей. Основная часть предприятий и организации составляют предприятия малого и микробизнеса. Предприятия районной производят тренажерное оборудование, холсты, арболитовые строительные блоки, валеную обувь, изделия народно-художественных промыслов, считают пошив верхней одежды, заготовку, древесины, дерево в работку. В целом на предприятиях трудится около 556 человек, что составляет 18% работающего населения. Объем отгруженных товаров, собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами состал 55 миллионов рублей, что на 28% больше прошлого года. В 2017 году такой показатель был 43 миллиона рублей. За счет увеличения количества оказанных в течение отчетного периода работ и услуг организациям и учреждениями района. Наиболее стабильным предприятием, представляющим обрабатывающий промышленное строение, является завод тренажерного оборудования «Кинезис». Степень загрузки производственных мощностей предприятий 100%. В настоящее время на заводе трудится 30 человек. Важным сектором экономики района является потребительский рынок, представляющий собой сеть предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг. Всего на территории района зарегистрировано 69 торговых объектов. Объем оборота розничной торговли за 2018 год составил 514 миллионов рублей, что на 6,6 больше периода прошлого года. Товарная насыщенность потребительского рынка района носит устойчивый характер. В сельских поселениях функционируют три мобильных торговых объекта. В районе работают торговые предприятия, которые имеют статус социального магазина, это ООО «Венера». Статус социальной аптеки имеют МУП «Фармация» и ООО «Олимп». На территории поселка Песяки еженедельно проводится ярмарка выходного дня с предоставлением 70 торговых мест, а также универсальные праздничные ярмарки, посвященные памятным датам. Предприятия общественного питания в районе представлено 7 столовыми, из них общедоступного 1 из закрытого типа 6, это у нас в школах и детских дошкольных учреждениях. Три кафе, одна заключенная. Общее количество посадочных мест 421. Бытовое обслуживание населения представлено услугами парикмахерской, услугами по ремонту обуви, по ремонту и пошиву одежды, оказанием ритуальных услуг, обслуживанием автотранспортных средств, фотоуслугами. В июне 2018 года возобновилась работа ТМУП «Пестяковская». Предприятие возглавил Шайхубин Дмитрий Валерьевич. Данное предприятие было передано новому руководству с большими долгами, как расчеток поставщиками по оплате счетов за электроснабжение по налогам. Первыми шагами к восстановлению деятельности предприятия был подбор штата работников, проведение ревизии в магазинах, осчисление поставки продовольственного товара, расширение направления выездной торговли. На данный момент предприятие постепенно погашает долги и производит расчеты с поставщиками. Первочередной задачей предприятия является выход на местный рынок со здоровой конкуренцией. В отчетном году в поселке Пестяки открылся кабинет стоматологии, магазин запчасти, сетевой магазин «Пятерочка». Для поддержания развития малого предпринимательства в районе продвижения продукции на региональный и межрегиональный рынок администрации района оказывалось содействие в организации выставочной ярмарочной деятельности за пределами Пестяковского района. На официальном сайте района создана вкладка «Малое и среднее предпринимательство», где размещена необходимая информация для бизнес-сообщества. Для повышения эффективности экономики ведется работа по формированию актуальных инвестиционных площадок для включения их в каталог, размещенные на инвестиционном портале Ивановской области. На данный момент размещено 7 зеленых площадок, это земли сельхозназначения, и 5 коричневых площадок, это у нас различные объекты строения. Также актуализирован инвестиционный парскат района. В сфере инвестиционной деятельности за 2018 год предприятиями и организации всех форм собственности освоено более 17,5 миллионов рублей. В 2017 году для сравнения 2,7 миллиона рублей. Это выше более чем в 6 раз, чем в 2017 году. Но это данные официальные статистики, статистика так называемой избирательной наукой, которая не учитывает данные малого и микробизнеса. Здесь, скорее всего, такой показатель вырос за счет того, что открылся пятерочка, и вот эти инвестиции сыграли именно на этом показателе. Прилечение инвестиций – это приоритетная задача, стоящая перед администрацией района, поскольку рост инвестиций приводит к созданию новых рабочих мест, наполняющей доходной части бюджета, развитию инфраструктуры и напрямую влияет на уровень и качество жизни населения. К сожалению, пока приходится констатировать, что все инвесторы, изучавшие наш район, не решились пока вкладывать в него деньги. Фактором, сдерживающим приток инвестиций в экономику района, является отсутствие газоснабжения, неудовлетворительное состояние дорог и нехватка рабочих рук. Поэтому приоритеты инвестиционной политики района, как и в прошлом году, будут направлены в сферу жилищно-коммунального хозяйства, дорожного строительства, сельское хозяйство. На современном этапе связи с программой импортозамещения особую роль приводит развитие агропромышленного комплекса. Всего в районной структуре функционировали 5 крестьянско-ферменских хозяйств – КФХ, Амаров, Шаров, Быстров, Тололушкин, Федоровский – и более 2000 личных подсобных хозяйств населения. Пассивные площади на территории района состояли в 2016 году 1789 гектар. По сравнению с 2017 годом показатель снизился на 485 гектар, или 22%, в связи с прекращением финансово-хозяйственных деятельностей предприятий «Вазаря». Валое производство молока уменьшилось на 20% к уровню 2017 года. Поголовье коррес снизилось по сравнению с прошлым годом на 56,9%. Поголовье свиней уменьшилось на 32% к уровню 2017 года. Поголовье овец и коз увеличилось на 3,5%. Мясо произведено 292 тонны, что составляет 131 к уровню 2017 года. Реализовано 420 тонн мяса, что в 5 раз больше уровня 2017 года. Но этот показатель вырос за счет того, что как раз в «Вазаря» весь крупный рогатый скот пошел на убой в связи с лейкозом и выполнением предписаний судебных приставов. Реализовано молока – 212 тонн, а что составляет 64,5% к уровню 2017 года. Отрицательный динамик по данным показателям наблюдается в связи с представлением деятельности единственного района крупного сельхозпредприятия. В отчетном году местными товаропроизводителями оказана государственная поддержка в виде субсидий с федерального областного бюджета в сумме 175 тысяч рублей. Средства направлены на приобретение кормов и на содержание мясного скотоводства. Администрация района, в свою очередь, несмотря на высокую дотационность своего бюджета, второй год оказывает поддержку на развитие мясного скотоводства. В 2018 году предоставлены субсидии крестьянско-фермерского хозяйства в размере 40 тысяч рублей. Данные денежные средства направлены на приобретение племенного молдняка крупного рогатого скота. Пассажирское сообщение. Главную роль в обеспечении потребностей населения в перевозках на территории района играет автомобильный транспорт общего пользования. Транспортный комплекс включает в себя автобусный маршрут общей протяженностью 231 километра. Пассажироборот 2018 года составил 10 445 пассажиров. По сравнению с 2017 годом снизилось на 17,4%. Это было 12 648 пассажиров. Перевозки пассажиров осуществляет МУП Пестяковской ЖКХ. Имеющийся автопарк, две автомашины «Газель». Кроме этого, одна «Газель» находится в стадии оформления его МУП. И автобус «Пас», который требует значительного ремонта. В настоящее время имеется 7 автобусных маршрутов. Несмотря на все имеющие трудности, предприятие продолжает обслуживать население и осуществлять межмуниципальные перевозки пассажиров и багажа. Жилищная политика. В рамках организации под программой обеспечения жильем молодых семей предоставлены субсидии в размере 794 тысяч рублей. В том числе софинансированы составы из федерального бюджета 319 тысяч рублей, из областного 139 тысяч рублей и из местного 335 тысяч рублей. На предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья. Благодаря данной поддержке в 2018 году одна многодетная молодая семья района улучшила свои жилищные условия. По муниципальной под программой государственной и муниципальной поддержкой граждан в сфере и по течественному жилищному кредитованию предоставлены субсидии в размере 873 тысячи рублей. В том числе софинансирование из областного бюджета составило 809 тысяч рублей, из местного бюджета 64 тысячи рублей. На предоставление субсидий граждан на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита. Или на погашение основной суммы долга и уплаты процентов по ипотечному жилищному кредиту. В результате три семьи городского поселения района смогли улучшить жилищные условия в 2018 году в рамках вышеуказанной под программой. Социальная сфера здравоохранения. Сегодня среди самых наболевших проблем остается обеспеченность районной больницы кадрами, комплектованность на 75%. В аккаунтной должности врача общей практики, врача клиника диагностической лаборатории, врача-невролога, участкового педиатра. С целью привлечения молодых специалистов для работы в наш район, администрация предусмотрена мера социальной поддержки, как предоставление служебным жилого помещения для медработников. В 2018 году проведена работа по направлению выпускников в школах на целевое обучение в высшие учебные заведения. Заключено одно соглашение о целевом обучении выпускницы Пистяковской средней школы. Мы доплачем 2000 рублей в месяц студентке Ивановской госметакадемии. И согласно договору, она будет потом обязана отработать в нашем районе три года. Считаю, что такую практику необходимо расширить и для поступающих в другие вузы, такие как педагогический, политехнический. Восчисляется доставка больных в лечебное учреждение областного центра спецтранспорта в райбольнице. Количество коек терапевтического профиля в 2018 году круглосуточным стационарам составляет 15 единиц, в настоящее время уже 8. И 26 коек мест дневного стационара. В Ивановской районе больницы приобретен стационарный аппарат УЗИ за счет средств областного бюджета на сумму 2,3 миллиона рублей. За счет средств ФОМС приобретены 11 портативных электрокардиографов для потребностей ФАПов и врачей общей практики, портативный экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови, отоскоп, тонометр и другое метабородие на общую сумму 2,6 миллиона рублей. В декабре 2018 года с целью создания электронной регистратуры было закуплено 12 автоматизированных рабочих мест для врачей. В январе 2019 года поступил автомобиль скорой медицинской помощи УАЗ. Тем не менее, проблемы существуют. Это нехватка санитарного автотранспорта для работы в офисах врачей общей практики, оказания неотложной помощи. Имеется потребность в оборудовании это. Кальпоскоп, флюорографические аппараты. Образование. Система образования включает в себя 4 общебразовательных учреждения. Пистяковскую, Нижнелогиховскую, Филядской школы, Беклиминскую и Начальную школу, Детский сад. В районе 2 дошкольных образовательных учреждения. Детский сад номер 1 и Детский сад Солнышко в поселке Пистяки. И 3 садовые группы при Филядской, Нижнелогиховской школах и Беклиминской начальной школе. К сфере образования относятся учреждения ДОП образования, Пистяковский дом детского творчества. Собственное количество воспитанников и обучающихся 156 человек. В школах в 2018 году получалось 378 учащихся, в 2017-м 416. Дошкольные общеобразовательные учреждения посещали 159 детей, в 2017-м 180 воспитанников. В дошкольных группах при школах дошкольные услуги получали 26 детей. Для доступности к посещению школьных учреждений учислялся подвоз с школьным транспортом 45 детей в школы и районы по 8 школьным маршрутам. В 2017-м году было 53 учащихся по 7 школьным маршрутам. В 2018-м году проведена работа по укреплению материально-технической базы образовательных организаций. В школах и районах выполнены работы по установке видеонаблюдения в филиатских Нижней Ладеховской школах. Это 58 тысяч рублей из средств местного бюджета. Закуплены и установлены экраны на теплорадиаторы в Нижней Ладеховской школе 15 тысяч. Установлены награждения на сумму 74 тысяч рублей. Проведена независимая оценка пожарного риска в Нижней Ладеховской школе на 33 тысячи рублей. Приобретена электрическая плита на пищеблок 20 тысяч рублей властные денежные средства. В Псековской школе отремонтирована система отопления на общую сумму 1,5 миллиона рублей, что позволило улучшить условия комфортности для 89% обучающихся от общего количества. В дошкольных образовательных учреждениях проведены следующие мероприятия. Ремонт противорадиационного укрытия в детском саду номер 1 это 109 тысяч рублей. Подсобных помещений на сумму 12 тысяч 7 тысяч рублей. Это все из муниципального бюджета. На областных средствах приобретена детская мебель, детский сад, солнышко 49 тысяч рублей, морозильные камеры на пищеблок 24 тысяч рублей, мягкий элементарь, детский сад номер 1 на сумму 17 тысяч рублей и технологическое оборудование. В Доме детского творчества отремонтирован участок кровли на сумму 25 тысяч рублей. На областные денежные средства закуплены учебники на сумму 216 тысяч рублей. На подготовку к новому учебному году из бюджетов, то есть областного и местного, в общей сложности было израсходовано более 2 миллионов рублей. В сфере образования в Петяковском районе отмечается положительная динамика по заработной плате педагогических работников всех уровней. Наблюдается увеличение заработной платы в 2018 году по сравнению с 2017 годом. Учителя, 2017 год, 22 458 рублей, 18 и 22 912 рублей. Воспитатели детских садов, 18 738, 2018 год, 23 646. Педагоги и доп. образования, 20 602, 2018 год, 22 727. Питание школьников было в 2018 году организовано на льготных условиях для учащихся первых четырех классов. Для категории детей из малоимущих и малобеспеченных семей. Детей с ограниченными возможностями здоровья в размере 25 рублей в день на одного ребенка с 5 по 11 класс. Для посещающих группу продленного дня 30 рублей в день на одного ребенка. Государственная итога аттестата в 2018 году прошла без замечаний. К ней были допущены 58 9-ти классников и 19 11-ти классников. Все выпускники получили аттестаты в основном и среднем образовании. Три выпускника из них получили медали за особые успехи в учении, все они из Петяковской средней школы. 2018 год был объявлен годом добровольца-волонтера. В четырех школах района и на базе Дома детского творчества работали 94 волонтера по пяти направлениям. Это милосердие, спорт и здоровый образ жизни, наглядная агитация, творческий блок, экология. В рамках волонтерского движения проведено 39 мероприятий. Из них 21 акция была направлена на работу, на заботу и помощь престарелым людям нашего района. Проведен районный конкурс-фестиваль «Доброволец-2018», где были отмечены самые активные представители молодежи. Культура. В Петяковском муниципальном районе относятся к группе районов, где в рамках реализации 131-го федерального закона решение вопросов сферы культуры исчисляется как администрация муниципального района, так и администрация поселений, входящих в ее состав. Организационно-управленческое взаимодействие, учреждение культуры исчисляет отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма в администрации района. Культурно-обслуживание населения муниципального района исчисляет 13 культурно-досугодных учреждений, в том числе 4 сельских дома культуры, 8 сельских клубов, городской дом культуры, дом ремесел, 10 библиотек, краеведческий музей и детская музыкальная школа. В городском доме культуры работают два коллектива, имеющие звание «Народный» – это хор «Россияночка» и театр «Диалог». За период работы в 2018 году сеть учреждений культуры в основном сохранена. Одна сельская библиотека – это деревня Сезух – закрыта с учетом мнения жителей и связи с переводом ее в пункт выдачи. На содержание учреждений культуры в 2018 году из консолидированного бюджета израсходовано чуть более 27 миллионов рублей. В 2018 году районам были предприняты все меры для обеспечения выполнения целевых показателей по доведению средней заработной платы педагогических работников и работников культуры до среднебластного уровня. Так, по итогам работы за 2018 год показатели выглядят следующим образом. Средняя заработная плата работников в учреждении культуры района за прошедший год составила 20 116 рублей, в прошлом году – 15 990 рублей, в том числе специалистов – 20 500 рублей, в 2017 году – 16 753 рублей, а в сфере дополнительного образования, сферы культуры – 21 626 рублей, в 2017 году – 20 181 рублей. В домах культуры Пистяковской района стабильно работает 87 клубных формирований, в которых занимается 971 человек, из них 363 дети, 62 коллектива самодельно-народного творчества, в которых занимается 584 человека. Из культурных событий в 2018 году можно отметить такие мероприятия, как «Рождественский подарок», «Весенний копель», «Светлый праздник», «Хороши Пистяковские зори», «Баба-Яга-2018», праздники, посвященные Дню работников культуры, Дню библиотеки, Дню музеев. Пистяковский дом культуры стал площадкой проведения областного фестиваля с песней по жизни среди хоров и ветеранов. Два коллектива от района приняли в нем участие, а также районного смотра конкурса среди первичных ветеранских организаций. При Нижнемелодьяховском сельском доме культуры создан замечательный фольклорный коллектив «Лебедушка», в состав которого входят ветераны труда, работники культуры. В 2018 году он отметил свой 40-летний юбилей. Они самые активные участники всех мероприятий сельского дома культуры и районного масштаба. Коллективы и участники художественной самодеятельности являются активными участниками, дипломантами и лауреатами межрегиональных и областных фестивалей конкурсов «Кушкин» на все времена увлечения о мужестве, о доблести, о славе, все зерно, волской зори. Дом ремесел достойно представляли Пистяковский муниципальный район на международном фестивале «Золотая хохолама» в городе Семенов Нижегородской области, на открытке 12-го международного кинофестиваля имени Тарковского «Зеркало» в городе Юрьевец, где провели мастер-класс по изготовлению домотканных половиков на старинном ткацком станке, на ярмарке поселка Лух на дне Лука, сельхоз ярмарки «Весна-2018» в городе Пучеш. Десять библиотек района выполняют важные социальные и коммуникативные функции, являются одним из базовых элементов культурно-образовательной информационной инфраструктуры. Основным показателем деятельности учреждений является количество посещений. За 2018 год посещаемость составила 34 452 человека. Показатель книговой выдачи составил почти 90 тысяч экземпляров. Всего в библиотеках района зарегистрировано 4 и 4 тысячи читателей. Это составляет 78% от числа жителей. Доступ к сети интернет имеет всего лишь три библиотеки, и это составляет 30% от всего количества библиотек. На комплектование библиотек из местного бюджета ежегодно выделяется более 100 тысяч рублей. 120-летний юбилей со дня основания большой праздничной программы в Доме культуры отметила Пестяковская библиотека. Пестяковский кровельский музей был открыт для посетителей в октябре 2008 года и отметил свой 10-летний юбилей. В музее работают постоянные выставки «Русская изба», на которой представлены предметы крестьянского быта, изделия, народных промыслов и ремесел. «Свет братьев дубинных» о наших земляках, первооткрывателях, перегонке нефти. Сотрудники музея проводят научно-исследовательскую работу по изучению истории поселка и района, проводят также обзорные тематические экскурсии для всех групп населения. Разработан цикл этнографических занятий для детей. В 2018 году музей оформлен 12 новых выставок, экспозиции, принято 2250 посетителей. Пестяковский музей является участником ежегодных социокультурных акций «Ночь музеев» и «Ночь искусств». Состояние материально-технической базы учреждений культуры постоянно находится в центре внимания администрации района, поселений, руководителей учреждений. За счет средств бюджета в поселении проведен ремонт кровли в Демидовском СДК, замена окон в помещении Биклимичинского сельского клуба. Посещение нашего района губернатора Миланской области в Воскресенском способствовало привлечению денежных средств на ремонт учреждений культуры. Пестяковскому дому культуры выделено денежные средства из областного бюджета в сумме около 1,5 млн. рублей на ремонт фасада здания и танцевального зала. В 2018 году в детской музыкальной школе проведен ремонт отопительной системы, замена полов на втором этаже. Денежные средства в сумме 700 тысяч рублей были выделены из областного бюджета по наказам избирателей. В 2018 году в Департамент культуры и туризма в Иландской области проведена независимая система оценки качества работы культурно-досуговых учреждений и муниципальных музеев. По ее итогам Пестяковский дом культуры занимает 5 место. Дом-ремесел 8 место среди 14 подобных учреждений, расположенных в городских поселениях, являющихся центром муниципальных районов. И Пестяковский муниципальный краеведческий музей на 9 месте среди 12 муниципальных музеев. Многие мероприятия в районе проходят при финансовой поддержке помощи депутата Иландской областной думы Гришнина, это Робусто и Любовь Владимировна. Большую помощь Любовь Владимировна оказывает в учреждениях культуры, приобретение музыкальной аппаратуры, сценических костюмов, ремонте учреждений. На средства выделены ею были изготовлены и ледовые фигуры «Я люблю Пестяки» и «Трон желаний», которые очень порадовали пестяковцев и гостей поселка. Проводимые на оплату на основе мероприятия принесли в бюджет района 207 тысяч рублей, это на 8% больше в 2017 году. Как положительный момент можно отметить и возобновление фортепианного отделения в детской музыкальной школе с 1 сентября 2018 года. В школу вернулись педагоги учащиеся, жалоб от родителей теперь нет. Основная задача школы на сегодняшний день – переход на предпрофессиональные программы, что позволит участвовать в федеральных программах. Естественно, возможно, будет получить какие-то деньги из федерального бюджета. Знакомым событием в сфере культуры стало присвоение звания почетный гражданин района ветерана культуры Никитина Людмиле Ивановне. Физик культуры и спорт активно развиваются в нашем районе. Консолидированный бюджет на развитие спорта составил 1 миллион 856 тысяч рублей. На территории района развивается более 15 основных видов спорта. Наиболее массовые – это волейбол, хоккей, легкоатлетика, фитнес, настольный теннис, мини-футбол, баскетбол, лыжные гонки, шашки, шахматы. В 2018 году было проведено 70 спортивно-массовых мероприятий. Удельный вес населения, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в Пистяковском районе составил 19,5%. В 2017 году он составлял 17,1%. В течение года проведены районные соревнования и турниры по волейболу, баскетболу, хоккей, мини-футболу среди детей и взрослых, стрельбе и с пневматического оружия, стритболу, шашкам, настольному теннису и фитнесу. Большое количество участников привлекает ставший традиционным делопробег всей семьей на старт, семейный кросс, начни день со спорта, автопробег, посвященный нашим знаменитым землякам, братьям Дубининым, лыжная прогулка всей семьей на лыжах. В течение года проведены мероприятия с целью популяризации ГТО. Среди них зимний фестиваль ГТО, фестиваль ГТО среди трудовых коллективов, спортивные программы «Сделай шаг ГТО». Здоровье не все, но без здоровья ничто. Папа, мама, я, ГТО, одна семья. Вручены знаки ГТО различных степеней 56 человекам. В прошлом году 47. По итогам 2018 года наш район занимает 6 место среди муниципальных образований в рейтинге по реализации норм ГТО. В прошлом году мы занимали 13 место. Центр тестирования ГТО переведен в муниципальное учреждение культурно-досугу и центр, где проведен текущий ремонт помещения с заменой полов и дверного блока на сумму 300 тысяч рублей, которые были выделены из областного бюджета по наказам избирателей. Приобретено оборудование для сдачи норм ГТО на сумму 32 тысяч за счет спонсорских средств. Опять же, Любовь Владимировна помогла. Представители от района приняли участие в соревнованиях пара спартакиада Ивановской области, спартакиаде представительных и исполнительных органов муниципальных образований Ивановской области, фестивали ГТО среди работников администрации и других областных мероприятиях. В спартакиаде среди муниципальных образований у нас второе место в своей зоне. Молодежная политика. В районе живут, учатся, работают представители молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, это более 1 тысяч человек, что составляет 17% от общего количества населения. Активно ведется работа в сфере молодежной политики по патриотическому воспитанию. Молодежь участвует в проведении акций вахта памяти «Георгиевская ленточка». Активно работают по благоустройству территории у памятников погибшим воинам. Проведены районный конкурс патриотической песни «Славим Россию», спортивные патриотические программы «А ну-ка, парни!» «Защите! Родины готов!» Слет юных патриотов «Равнение на победу» — конкурс видеопоздравлений 9 мая с Днём Великой Победы. В традиционном летнем периоде организована работа трудового отряда из числа ребят, состоящих на учёте в КДН и находящихся в сложной жизненной ситуации. В 2018 году его численность составила 10 человек. Подростки выполняли работу по благоустройству территории поселка Пистяки. Активность молодёжи проявляется в творческих мероприятиях. Районное следует «Безопасное колесо», «Светофор», «День молодёжи», районный праздник урожая 2018, туризм. Пистяковский район обладает хорошим туристическим потенциалом на нашей территории. Расположено свыше 40 природных и культурно-исторических объектов, являющихся перспективными с точки зрения развития внутреннего ездного туризма. Пистяковская земля богата своей историей и великими людьми, святыми источниками. Центр посёлка Пистяки стал объектом муниципального значения Пистяки застройка села и включает 18 старинных зданий. С целью его популяризации разработан туристический маршрут Пистяки-земля умельцев. Местом религиозного паломничества стал Луканинский колодчик. Он нашёл состав туристического маршрута Пистяки «Край целебной экологии». С целью развития бренда района 22 сентября второй раз в районе прошло большое праздничное мероприятие в селе Нижний Ландих «Царский гриб» в рамках автопробега Пистяки-Нижний Ландих-Пистяки, посвященного нашим знаменитым братьям Дубининым. Большую исследовательскую работу по изучению истории родного края, ремесел жизни и деятельности известных людей района проводит им коллектив Крайвельского музея. Собраны материалы о лётчиках, участниках Отечественной войны, о воинах и интернационалистах, истории колхозов, комсомольского движения и театра. Оформлено 11 новых выставок-экспозиций, в том числе из фондов Ивановского краеведческого музея и имени Бурулина Мыцкого краеведческого музея. Работа по развитию туризма бренда района с целью создания привлекательного имиджа района будет продолжена в 19-м году. Финансы. Одной из важных задач в деятельности администрации района является организация исполнения бюджета района и бюджета городского поселения, развитие налогового потенциала на территории района, увеличение его доходной части. За 2018 год доходную часть бюджета района поступило 110,8 миллиона рублей, или 100,1% от годового значения. Налоговые и неналоговые доходы бюджета Пестяковского муниципального района исполнены в сумме 17,1 миллиона рублей, это 100,7% от запланированных доходов в процентах. Безвозмездные поступления 93,3 миллиона рублей. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета района составляет 15,4%. Безвозмездных поступлений 84,2%. Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов в соответствующем уровне в 2017 году составил 109,3%. Это в сумме 1,459,000 рублей. Администрация Пестяковского муниципального района ежеквартально взаимодействует с налоговой службой отделом пенсионного фонда, фондом социального страхования с целью предоставления информации о недоимке и списках недоимщиков. За 2017 год проведено три заседания комиссии по обеспечению своей ременности и полноты поступления обязательных платежей бюджета всех уровней и государственные бюджетные фонды, на которые приглашено 37 должников. Задолженность до начала заседания комиссии оплатена в сумме 100,000 рублей. Размер недоимки по налогам и сборам бюджет Пестяковского муниципального района на 1 января 2019 года составляет 400,000 рублей. Это на 100,000 меньше по сравнению с недоимкой на 1 января 2018 года. Расходная часть бюджета за 2018 год исполнена в сумме 106,9 млн. рублей или 98,7% от запланированных расходов. Бюджет района по расходам сохранил социальную направленность. Расходы в области соцсферы за 2018 год составили 76,4 млн. рублей или 71,4% от объема расходов бюджета Пестяковского муниципального района. В 2018 году были приняты и финансировались 11 муниципальных программ и 39 программы с общим объемом финансированной в сумме 107 млн. рублей. Доля расходов бюджета Пестяковского муниципального района, финансируемую в рамках программ в общем объеме расходов бюджета в 2018 году составила 100%. В соответствии с постановлением правительства Ивановской области от 8 февраля 2013 года номер 39-п о порядке осчисления оценки качества управления бюджетным процессом органам местного управления муниципальных образований Ивановской области ежегодно проходит оценка качества управления бюджетным процессом, в результате которого за 2018 год Пестяковский муниципальный район набрал 67 баллов и району присвоена вторая степень качества, свидетельствующая о надлежащем уровне управления бюджетным процессом. Закупки. Руководство с федеральным законом 2013 года номер 44 ФСЗ о контрактной системе в сфере закупок товаров и работных услуг для государственных муниципальных нужд, а также утвержденным на 2018 год планом графиком проводилась работа по размещению заказов на поставки товаров, выполнении работы и оказания услуг для муниципальных нужд. За 2018 год администрации района проведена 51 торговая процедура. По результатам проведения электронного аукциона заключено 26 муниципальных контрактов на общую сумму 10,9 млн. рублей. По результатам проведения запроса котировок заключено 17 контрактов на общую сумму 1,4 млн. рублей. Экономия от проведения вышеуказанных процедур состояла 284 тыс. рублей. Муниципальный контроль. В 2017 году в рамках осуществления муниципального земельного контроля проведено 15 выездных плановых проверок по соблюдению требований земельного законодательства физическими лицами, в том числе 4 проверки по вопросу использования земель сельхозназначения. За соответствующий период 2017 года было проведено таких проверок 12 физических лиц. Проверки использования сельхозземель не проводились. По результатам 8 плановых выездных проверок выявлено признаки административных правонарушений и выписано 8 предписаний по устранению выявленных нарушений. В 2017 году таких правонарушений не выявлялось и, соответственно, предписание не выдавалось. Направлено четыре материала проверок физических лиц Управления Федеральной службы государственной регистрации кадровской картографии по Ивановской области для привлечения кадров ответственности. Включено к ответственности два физических лица. Сумма штрафа составила 10 тысяч рублей, которая поступила доход районного бюджета. В 2017 году такие материалы проверки не направлялись. Направлено два материала проверок по использованию земель сельхозназначения физлицами в Управление Россельхознадзора по Ивановской области для привлечения кадров ответственности. За 2017 год материалы не направлялись. Кроме того, в 2018 году было проведено шесть неплановых документальных проверок по исполнению предписаний об устранении выявленных нарушений требований земельного законодательства. В рамках внутренней финансовой контроли проведено две неплановых документальных проверки юридических лиц по финансовым вопросам. В 2017 году письменные обращения граждан не поступали. В рамках проведения жилищного контроля неоднократно проводились обследования в зимний период кровель многоквартирных домов, в которых имеются жилые помещения и являющиеся в муниципальной собственности. В целях профилактики нарушения обязательных требований, требований установленных муниципальными правовыми актами, обобщена практика счисления в муниципальном земельном контроле за 2018 год, которая размещена на официальном сайте района с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушения обязательных требований с рекомендацией в отношении мер, которые должны приниматься участниками земельных отношений в целях недопущения таких нарушений. Имущественно-земельные отношения. Основная цель управления имущественным комплексом района – это обеспечение сохранности эффективности использования всех объектов муниципальной собственности и земельных участков с максимальной финансовой отдачей, формирующей доходную часть бюджета. С целью выявления неиспользованного либо неэффективно используемого имущества района утвержден прогнозный план приватизации на 2019 год, в который включено 11 объектов недвижимости, здания, строения, сооружения и 4 движимых объекта – это автомобили. По состоянию на 1 января 2019 года в реестре муниципальной собственности Песняковского муниципального района учтено всего 3149 объектов, в том числе недвижимого общества 803, всего на сумму 333 млн. рублей. Одним из важных направлений деятельности администрации является эффективное управление и распоряжение земельными участками, находящиеся в муниципальной и неразграниченной госсобственности. Разработано и принято 200 постановлений, в том числе об утверждении схемы 35 о смене разрешенного использования 15 и продаже земельных участков под существующими строениями 15 по распоряжению муниципальным имуществом 48, градостроительных деятельностей 10 по вопросам экологии 25. Подготовлено 8 соглашений о перераспределении земельных участков государственных собственностей, которые не разграничены, и земельных участков, находящихся в частной собственности. В период с 2013 по 2018 годы в исполнении закона Ивановской области от 2002 года номер 111 АЗ сформировано 40 земельных участков, из которых предоставлено собственность многодетным детям, семьям, вернее 37 участков, в том числе за 2018 год предоставлено 4 земельных участка. Продана собственность 16 земельных участков под объектами недвижимости и не занятых строениями и сооружениями. Реализовано с торгов 4 участка свободных от строений. От продажи земельных участков бюджет поступило за 2018 год 288 тысяч рублей. Это на 202 тысячи рублей больше, чем в 2017 году. В 2018 году предоставлено в аренду 56 земельных участков. От сдачи в аренду данных участков в консолидированный бюджет за 2018 год поступило 387 тысяч рублей. Это на 79 тысяч рублей больше, чем в 2017 году. В 2018 году заключены два договора аренды на объекты недвижимого имущества. В количестве два договора аренды на объекты недвижимого имущества и два договора безвозмездного пользования на 118 объектов. Это у нас дороги. От сдачи в аренду муниципального имущества в 2018 году поступило 93 тысячи рублей. Это на 26 тысяч больше по сравнению с 2017 годом. От продажи муниципального недвижимого имущества в количестве 1 единицы поступило сумма 140 тысяч рублей. Это 100% больше в стране, чем в 2017 году. Ведется аппозиционная работа по взысканию недоумки по арендной плате. В результате проведенной работы в 2018 году заключено соглашение с должником на сумму 121 тысячи рублей. В 2018 году завершена работа по оформлению права собственности сельских поселений на невостребленные земельные доли и земель сельхозназначения в полном объеме. В результате проведенной работы установлено право муниципальной собственности и муниципальных образований Петяковской районы на 625 земельных долей. Что составляет 5,3 тысячи гектара. Для удобства граждан перечень земельных участков свободных отправ третих лиц размещен на официальном сайте района и сайтах сельских поселений. Продолжена работа по технической инвентаризации и межеванию автомобильных дорог. В 2018 году зарегистрировано право собственности муниципального района на 68 автомобильных дорог. Также проводилась следующая работа. Учислялся систематический запрос сведений в рамках международного взаимодействия по предоставлению муниципальных услуг в управлении Росреестр по Ивановской области. Это более 600. По жалованным гражданам проведено 11 выходов по поселку и району с замером земельных участков с целью контроля арендных прав граждан. В большинстве случаев выявлены занятия дополнительной площади земельных участков. Материалы переданы в отдел муниципального контроля для принятия соответствующих мер. Проведено более 35 выходов по району с целью установления границ земельных участков и предоставления гражданам и юридическим лицам для различных целей использования. Градостроительная политика. В 2018 году проведена колоссальная работа по анализу документов градостроительного зонирования. Это правила землепользования и застройки. Далее ПЗЗ. Это Песяковского городского поселения. В ходе проведенного анализа выявлено многочисленные нарушения и несоответственные указанных ПЗЗ. В октябре 2018 года было подготовлено детальное техническое задание на корректировку данных правил. И в четвертом квартале проведена процедура электронного аукциона по корректировке указанных правил. Многочисленные нарушения устранены. В отношении строительства на территории района наблюдается положительная динамика и рост обращений граждан по указанному вопросу. За отчетный период по обращениям граждан и юридических лиц выдано 8 градостроительных планов земельных участков. 11 разрешений на строительство объектов, что по сравнению с 2017 годом имеет показатель увеличения в 2-1 раза. Также выдано 5 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, в том числе на такие социально ориентированные объекты, как или башня, швейная фабрика и пистяки, что по сравнению с 2017 годом выше в 2 раза. Рассмотрены обращения граждан по проведению процедуры перепланировки и переустройства жилых помещений. Также счислен перевод жилого помещения в нежилое с последующим переустройством в отношении еще одного социального значения объекта. Это стоматологический кабинет, который функционирует в настоящее время. Кроме того, за 2018 год выдано 22 ордера на проведение земляных работ на территории района граждан и юридических лиц, что по сравнению с 2017 годом больше на 3 единицы. Рассмотрены 6 протестов прокуратуры района на нормативные акты администрации района. По итогам их рассмотрения внесены соответствующие изменения в административные регламенты предоставления муниципальных услуг в градостроительной сфере. Экология. В 2018 году проведены следующие мероприятия. В апреле на территории Песняковского района прошел областной субботник по санитарной очистке и благоустройству. В субботнике приняли участие представители общественных организаций, коллективы предприятий, работники муниципальных учреждений, жители населенных пунктов. Они очищали от мусора прошлогодние листвы, улицы и территории своих предприятий и учреждений. Особое внимание уделялось уборке и благоустройству территорий социально значимых объектов, мемориалов, учреждений культуры, здравоохранения образования, традиционных мест отдыха населения. Более 200 человек приняли участие в данном мероприятии. Очищено около 20 гектаров территории. Собранно и вывезено более 80 кубометров мусора. Также велась работа по экологическому просвещению. По всему району среди участников сопроводились уроки экологии, семинары, конкурсы. Круглые столы. Все это направлено на привлечение внимания молодежи к проблемам охраны окружающей среды и способами их ликвидации. В специалистическом отделе культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации района создана отряд чистой провинции, как я уже отмечал, которая очень помогла в устроении посевка. Для взрослого населения проводились выставки, фотовыставки, конкурс «Страна моя родная», который проходил на территории сельских поселений. В администрации района проведена работа по последнюю 32 особо охраняемых природных территорий местного значения. В результате работы комиссии выявлено, что 26 объектов утратило свою актуальность. Объекты вообще утрачены и не могут быть восстановлены. В 2018 году проведены мероприятия по установлению и описанию границ особо охраняемых природных территорий местного значения. Это березовые рощи на территории больницы поселка Пистяки, сосновые оленя на территории больницы, болото Кахтовец и Луканинский колодчик. Наш край считается экологически чистым, но проблемы все-таки существуют. Одна из острых проблем – это несанкционированные свалки мусора, которые растут с каждым днем. Они образуются не только в черте населенных пунктов, но и за их пределами. Также хочется отметить работу, проведенную по несанкционированной свалке около поселка Пистяки. В прошлом году Департаментом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по ЦФ округу проведена экологическая экспертиза, проектная документация. Речь идет о свалке, которая у нас находится со стороны Нижнего Новгорода, городская свалка. Приказом Департамента Росприотнадзора по ЦФ округу 22 мая 2018 года утверждено отрицательное заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы, в котором указано на необходимость ее доработки. В настоящее время в администрации района проводятся мероприятия, направленные на доработку проекта рекультивации данного земельного участка. Жилищно-коммунальное хозяйство. Одной из важных задач администрации является обеспечение населения чистой питьевой водой. Поселок этим занимается ООО-управляющая компания, которая со своей задачей справилась неплохо. Все аварии в сетях устранялись в кратчайшие сроки. В рамках реализации под программой обеспечения населения Писаковского городского поселения чистой питьевой водой проведены следующие мероприятия. Это по дезинфекции колодцев на сумму 109,6 тысяч рублей. Лабораторное исследование на санитарно-химические и микробиологические показатели проб воды из 16 шахтных и трубчатых колодцев. Был проведен ремонт трубчатого колодца на улице Горкинская 15 тысяч рублей. В рамках муниципальной программы развития сельских территорий и коммунальной инфраструктуры в Питьяковском муниципальном районе был проведен ремонт скважины в деревне Олехино на сумму 59,5 тысяч рублей. На реализацию под программой благоустройства территории Пистяковского городского поселения было затрачено 2 миллиона 837 тысяч рублей. Систематически работниками по благоустройству убирался центр поселка Пистяки, прибрежная часть озера и стадион. Перед проведением праздничных мероприятий были отремонтированы покрашены сцены на стадионе, лавочки, беседки, где проводились основные массовые спортивные мероприятия. Также проводились такие работы, как выкашивание газонов, подрезка деревьев, кустарников, скашивание сорной растительности вдоль дорог, проездов в пожарном водоеме и обучен пешеходных дорожек. Специалистами администрации проводился комиссионный осмотр по уборке деревьев, кустарников, по заявлению граждан с дальнейшей выдачей соответствующих разрешений или отказа по уборке зеленых насаждений. Отремонтированы моски для полоскания в Беляно-Пистяковском озере в районе улицы Набережная. Демонтированы аварийные моски перехода улицы Рабочая на улицы Заречная. Приобретен пиломатериал для их ремонта. Я думаю, в ближайшее время приступим к их восстановлению на прежнем месте. В администрации района были организованы субботники по уборке территории поселения от сорной растительности и уборке несанкционированных свалок. В рамках реализации под программой благоустройства территории Пистяковского городского поселения были проведены следующие мероприятия. Это проводили содержание автомобильных дорог общей пользы на общую сумму 982 тысячи рублей. Содержание и ремонт памятников погибшим воинам Великой Отечественной войне и Ленина на сумму 59 тысячи рублей. Проведена уборка перестойных деревьев в поселке Пистяки всего на общую сумму 148 тысяч рублей, из них 100 тысяч рублей на кладбище. Производилось механизирование выкашивания и стресска порослей вдоль дорог Пистяковского городского поселения на сумму 24 тысячи рублей. Проведен ремонт ливневых канализаций на улице Фабричной, улице Калинина, территории домов 2, дом 8 на сумму 36,5 тысяч рублей. Сбор вывоз твердых коммунальных отходов с ярмарки на сумму 38 тысяч рублей. Вывоз веток и облески деревьев с территории поселка 53 тысячи рублей. Установка ограждений контейнерных площадок 8 штук на сумму 138 тысяч рублей. Приобретение детской игровой площадки улица Строителей, улица Заозерная на сумму 118 тысяч рублей. Также на территории кладбища проведены следующие мероприятия. В Чечни году проводилась очистка контейнеров от мусора на сумму 138,5 тысяч рублей. Установлена емкость для воды. Уличное освещение. В отчетном периоде уличное освещение на территории поселения поддерживалось рабочим состоянием. Всего на улицах поселения зарегистрировано 287 уличных фонарей. В отчетном году проводилась работа по монтажу-демонтажу светильников уличного освещения и кронштейнов, техническому обслуживанию уличных фонарей. В течение года 10 старых светильников были заменены на новые светодиодные. В 2017 году таких замен было 6. Произведена замена ламп по заявлению жителей поселения в количестве 30 штук по причине их неисправности. В 2017-м, в 2015-м, в 2015-м. С активным участием депутатов Совета поселения была проведена работа по эффективному расходованию электроэнергии уличного освещения на территории поселения. За отчетный период были проведены следующие мероприятия. Заключен контракт на техническое обслуживание уличного освещения спецорганизации на сумму 117 тысяч рублей. Установка опор на сумму 34,8 тысяч рублей. Улица Пионерская приобретение материалов по уличному освещению – это таймеры, кронштейны, автоматические выключатели на сумму 30 тысяч рублей. По ряду объективных и субъективных причин на текущий год было принесено мероприятие по организации уличного освещения ул. Кирова, ул. Фабричная, ул. Гагарина. В настоящее время заключен контракт на разработку проектно-смертной документации на эти объекты. Путем детальной проработки вопроса стоимость разработки проекта удалось снизить со 170 тысяч рублей до 78. К началу мая ПСД будет исполнено. Следующий этап – проведение аукциона на техническое присоединение. Есть также предпосылки о снижении стоимости монтажных работ. То есть по этому направлению плотно работаем. Ремонт и содержание дорог общего пользования. Ремонт и содержание дорог общего пользования остается самым серьезным направлением в работе. Автодорожная сеть в настоящее время обеспечивает круглогодичный проезд автомобилей по всем направлениям. Но прекрасно все понимаем, что оставляет желать лучшего. Поэтому на реализацию подпрограммы ремонта и содержания дорог общего пользования затрачено 7,1 миллиона рублей. Из них 4,1 миллиона рублей из бюджета городского поселения, 3 миллиона рублей из бюджета Ивановской области. В рамках подпрограммы были реализованы следующие мероприятия. Ремонт участка автомобильной дороги улицы Гагарина к кладбищу в асфальтном исполнении 200 метров на сумму 1,3 миллиона рублей. Ремонт участка автомобильной дороги улица Стадионная 78 метров в себеночном исполнении на сумму 160 тысяч рублей. Дорога улица Калинина поселки Песякин 460 метров в себеночном исполнении на сумму 953 тысячи рублей. Ямочный ремонт произведен по улицам Ленина, Мира, Социалистическая, Рабочая, Советская сумма 344 тысячи рублей. Ремонт участка автомобильной дороги улица Ленина 151 метра на сумму 1,1 миллиона рублей. Улица Рабочая 267 метров на сумму 1,9 миллиона рублей в асфальтном исполнении были выполнены в рамках софинансированных средств субсидий из областного бюджета. Выполнены услуги по проведению строительного контроля автомобильных дорог общей пользы Пестяковского городского поселения на участке автомобильных дорог улицы Ленина улица Рабочая на сумму 60 тысяч рублей. Зимнее содержание поселки Пестякия расчистка улиц на сумму 312 тысяч рублей. Работа по зимнему содержанию дорог, прилегающих к транзитным улицам 225 тысяч рублей. Грагировка автомобильных дорог в поселение 155 тысяч рублей. Работы по разработке проектов организации дорожного движения 27 тысяч рублей. И работа по разработке технических паспортов и инвентаризации автомобильных дорог тоже около 27 тысяч рублей. В рамках муниципальной программы развития транспортной системы энергосбережения и повышения энергоэффективности Пестяковского района были реализованы следующие мероприятия. Это ремонт участка автомобильных дорог общепользованных местного значения Филятова-Ранята 150 метров на сумму 411 тысяч рублей. Олехина-Белый Рамень 281 метра на сумму 646 тысяч рублей. Нижний Ландик-Дубовичи 380 метров на сумму 912 тысяч рублей. Содержание автомобильных дорог вне границ населенных пунктов за счет муниципального дорожного фонда в границах Пестяковского района. Это грагировка зимних содержаний на сумму 925 тысяч рублей. Развитие жилищно-коммунальных хозяйств в Пестяковском городском поселении. В начальном году оказанием данных услуг на территории городского поселения занимались ООО «Управляющая компания» и ООО «Пестяковская ЖРУ». В течение 2018 года неоднократно проводились совещания с руководителями предприятий ЖКХ по эффективному оказанию услуг населения городского поселения. Анализируя уроки прошлого отопительного периода, это 2017-2018 год, администрация реально серьезно подошла к подготовке к отопительному сезону на период 2018-2019 года. При администрации был создан штаб и комиссия подготовки к отопительному периоду. В ходе заседания штаба были поставлены конкретные задачи по подготовке жилищного фонда, ресурсоснабжающих предприятий, предприятий и организаций поселка к отопительному сезону. В комиссии был обследован ряд проблемных многоквартирных домов по улице Мира, дом 2, 9, улице Ленин, дом 9. Намечены и выполнены меры по нормализации теплооснабжения данных НКД. Выполнен большой объем работ по подготовке к отопительному периоду жилищного фонда. В частности, ООО «Пестяковская жирова» было приобретено оборудование для промывки внутренней системы отопления и выполнены работы по промывке данных систем, а также в других зданиях предприятий и организаций поселка. Все работы проводились согласно разработанному утвержденному комплексному плану мероприятий. В результате работы комиссии были составлены акты проверки готовности предприятий и организаций и выдано 73 паспорта готовности к отопительному периоду. Администрация района, в отличие от прошлых лет, получена акт готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов. Функционирование поселка Общественной Бани является одним из наиболее важных вопросов в сфере социального отслуживания населения. Инфраструктура поселения развита слабо, поэтому работа ее необходима, но в то же время она убыточна. Услуги, предоставляемые в среднем, это 75 человек в неделю. Они не могут покрыть расходы на ее содержание. В связи с этим ежемесячно из бюджета городского поселения проводилась оплата МУК Пестяковской райбыд-объединения на расходы по замещению части выпадающих доходов от разницы в тарифе. И всего было оплачено 714 тысяч рублей. На сегодняшний момент Бани функционируют в рабочем режиме. Необходимые ремонтные работы на котле были проведены. До 1 июля действует договор на оказание помывочных услуг СМУК Пестяковской райбыд-объединения. Данный договор был заключен на момент проведения конкурсных процедур с утверждением на этот период тарифа. На сегодняшний день готов проект нового тарифа с учетом приобретения отопительного котла, который вступит в действие с 1 июля текущего года. Администрация изыскивает средства на разработку ПСД, на поэтапный ремонт зданий и бани, ее котельных систем, водоснабжение, водоотведение и отопление. Ремонт и содержание МУК Пестяковской райбы. Ремонт и содержание фонда находятся в частном секторе и в деревянном исполнении. Согласно ЖК, обязанность по проведению капитального ремонта в МУФ возлагается на собственных помещений. В рамках реализации под программу ремонта содержания МУФ Пестяковского городского поселения в 2018 году были проведены следующие мероприятия. Капитальный ремонт муниципального жилого фонда городского поселения – 361 тысячи рублей. Содержание текущего ремонта муниципального жилья, сбор платежей за наем жилья, хранение и ведение технической документации городского поселения – 35 тысяч рублей. Оплата взносов за капремонт общедомового имущества Пестяковского городского поселения – 52 тысячи рублей. В рамках реализации программы развития сельских территорий были проведены следующие мероприятия. Выполнение работ по содержанию текущего ремонта общего имущества многоквартирных домов в село Демидово на сумму 162 тысячи рублей. Перечисление взносов за капремонт тоже за НКД общего имущества НКД Демидова за муниципальные квартиры в сумме 372 тысячи рублей. Энергоэффективность энергосбережения. В рамках реализации программы были приобретены светодиодные светильники на уличное освещение в сумме 99,5 тысяч рублей в количестве 20 штук. Установлен и введен в эксплуатацию общедомовой прибор учета тепловой энергии на НКД улицы Калинин, дом 6. Общественная безопасность. ГОИЧС. В 2017 году администрации района решались вопросы в области гражданской обороны и выполнялись превентивные мероприятия по недопущению возникновения чрезвычайных ситуаций. В целях подготовки к пауткам пожароопасным периодам 2018 года на территории района проводился осмотр сил и средств района звена территориальной подсистемы РСЧС. Продолженная работа по совершенствованию системы оповещения населения на подвесных территориях. В соответствии с имеющими средствами оповещение охват территории составляет 80%, охват населения 85%. В соответствии с планом комплектования учебно-методического центра Ивановской области в 2018 году с выездным методом было обучено 26 человек различной категории обучаемых. По данному направлению работа проводится в взаимодействии с отделением надзорной деятельности по Палевскому, Пестяковскому, Верхнодеховскому, Южскому районам, а также пуческим участкам ГИМС МЧС России по Ивановской области. 12 сентября 2017 года в целях предупреждения восстановления пожаров в жилом секторе на территории Пестяковского муниципального района прошла информационно-разъяснительная работа с жителями городского и сельских поселений по противопожарной тематике с силами курсантов Ивановской пожарно-спасательной академии ГИМС МЧС России. Всего было охвачено профилактической работой с населением 15 сел и деревень и сам поселок Пестяки. В ходе противопожарной акции курсанты провели беседы с жителями и выдали памятки по предотвращению возникновения пожара и дали номера телефонов экстренных служб. В поселке Пестяки профбеседой был охвачен 341 двор и по сельским поселениям наиболее крупных населенных пунктов 345 домов владений. В взаимодействии с ГКУ Управлением по изучению защиты населения и пожарной безопасности проведена работа по совершенствованию местной системы оповещения населения. На здании администрации района дополнительно установлены два рупорных громкоговорителя. Состояние преступности. По данным статистики полиции за 20 месяцев 2017 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года произошло снижение общего количества регистрируемых заявлений о сообщении и информации о происшествиях с 717 до 513 – это минус 21%. Общее количество зарегистрированных преступлений уменьшилось на 11 преступлений с 81 до 70 или 13,6%. Общая раскрываемость по всем линиям преступлений сосела 69,4%. Это ниже аналогичного периода на 1,2%, который составил 75%. Но если сравнить с областными показателями, то выше на порядок. То есть область 54,1%. Из общественной резонанса к преступлению. Это в августе 2018 года совершено убийство. Лицо установлено. Уголовное дело в декабре 2018 года направлено в суд. Также в августе совершен поджог двух автомашин. Лицо, совершившее данное преступление, также установлено. На территории района недопущено совершение таких преступлений, как кулисируемые разбои, вымогательство, хулиганство, изнасилование. Не зарегистрированы кражи угонов автотранспорта. За отчетный период недопущены какие-либо факты в теоретической направленности. Все общественно-политические и культурно-массовые мероприятия проводились в тесном контакте с сотрудниками полиции, в ходе которых грубых нарушений общественного порядка и общественной безопасности не выявлено. Деятельность КДН. В 2018 году проведено 25 заседаний комиссии по делам несовершеннолетних, в 2017-2024, на которых рассмотрено 26 вопросов различной тематики, в 2017-2023. В течение 2018 года комиссии рассмотрены 3 материала в отношении несовершеннолетних, 40 материалов на родителей и иных граждан, в 2017-2035. По итогам 2018 года на территории поселка не зарегистрированы преступления с участием несовершеннолетних, а в 2017 году таких преступлений было 5. Деятельность в области антикоррупционного законодательства. В 2008 году в Российской Федерации стала проводиться полномерная работа по формированию нормативной базы по профилактике и противодействию коррупции. Для государственных и муниципальных служащих были установлены четкие ограничения и запреты, определена ответственность за их нарушения. Наряду с этим выработаны достаточные комплексы инструментов, обеспечивающие контроль над соблюдением антикоррупционных мер. В целях реализации поставленных задач на муниципальном уровне были переработаны с учетом изменения действующего законодательства нормативно-правого акта, регулирующего данную сферу. Особое внимание было выделено изданию постановления о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов администрации района, переработка которой началась в конце 2018 года, закончилась в текущем году. Также были актуализированы сведения в личных анкетах с учетом введения нового термина на государственном уровне как свойство отношения родственников одного супруга к другому и его родственникам. В администрацию района в декабре 2018 года поступило одно обращение гражданина по нарушению коррупционной направленности, по которому была назначена служебная проверка. В сведениях о доходах и расходах об обязательствах имущественного характера отдельной категории лиц и членов их семей в соответствии с законом ежегодно размещается в сети интернет на официальном сайте администрации района. Деятельность МФЦ. За 2018 год физическим и юридическим лицам оказано 7 677 услуг. В 2017 году эта цифра была 7 707. Выдано документов 5 350. В 2017 году 4 700. В отчетном переднем МФЦ представлялось 102 федеральных и региональных услуги. Согласно заключенному соглашению с администрацией района предоставляется 8 муниципальных услуг. Штат МФЦ в 2017 году комплектован полностью это 5 универсальных специалистов. Удаленные точки, такие как в село Нижний Ландик, Демидово, Неверо, Слобода, выисуществляется еженедельно по графику. Проверки качества предоставления услуг в 2018 году проводились 5 раз, в том числе 1 раз с Департаментом развития информационного общества и по 2 раза фондом соцстрахования и пенсионным фондом. По результатам проверок замечаний качества предоставления услуг нет. Информационная открытость. За 2018 год в администрацию района поступило 458 письменных заявлений обращений граждан. Это в 3 раза больше, чем в 2017 году, которых было 139. На личном приеме в кабинете главы района в 2018 году принято 45 человек, в 2017-й 38 человек. В 2018 году было зарегистрировано 600 постановлений администрации района, в 2017-й 606. Обнародовано 86 нормативно-правовых актов, в 2017-й 45. За 2018 год в общественном приемном местном отделении партии «Единая Россия» с участием главы и его заместителей было организовано 17 приемных жителей района, в 2017-й всего 12, то есть на 5 больше. Были приняты всего 64 человека, в 2017-м 54. Из них непосредственно местные общественные приемные, 6 приемов, в 2017-м году также 6. И 11 выездных, то есть мы ездили по всему району и в различных населенных фунтах проводили совместные информационные встречи с населением. В 2017-м году выездных было 6. Возросли не только численные показатели, но и результативность работы. Были серьезные трудности в начале 2017-го года по прохождению топительного сезона. Поэтому обращения жителей МКД по поводу низких температур были обоснованы, и администрации принимали все возможные меры для приведения ситуации в должный порядок. Решен вопрос по обустройству линии канализации на улице Фабричной. Данный вопрос ранее неоднократно обозначался жителям Бугачевым. Согласно поступающим обращениям, были отремонтированы или установлены светильники уличных освещений на улице Восточной, Советской, Садовой и других. Решался вопрос о ликвидации свалки порубочных остатков в районе деревни Лаврушкина. Провели ремонт трубочных колодцев на улице Горкинская. Сохранена выездная торговля для жителей деревни Дубовичи. Демонтирована опора ЛЭП на улице Дзержинского. Частично отремонтирован сруб родника на этой же улице. Для удобства граждан личные заявления и обращения они могут направить на официальную почту администрации, как письменно, так и в электронном виде. На все обращения граждан, поступившие в администрацию в 2018 году, даны письменные ответы. Но было допущено одно рассмотрение обращения гражданина с нарушением срока. Хочется отметить, что администрация равна большей части обращений рассматривается с выездом к месту жительства заявителей, либо с их непосредственным участием. Это стирает грань между властью и населением, дает возможность более подробно уникнуть в суть обращений, так как письменно гражданин не всегда может изложить все тонкости обозначенного обращения вопроса. Ну и хотелось бы все-таки еще раз остановиться на ключевых проблемах социально-экономического развития района. Это высокая степень изношенности жилищного фонда коммунальных сетей района, это как тепловых, водопроводных, канализационных. Высокая степень износа автомобильных дорог общепользуемых регионально-муниципального значения. Устаревшая материально-техническая база учреждений культуры. Острая недостаточность квалифицированных молодых кадров в системе образования. Это сейчас особенно остро, это стал вопрос по учителям иностранных языков, потому что, как вы знаете, теперь требования по два, учащиеся должны изучать два иностранных языка. Также такая же недостаточность в системе здравоохранения, в организациях ДОП образования. Недостаточная обеспеченность инженерной инфраструктуры инвестиционных площадок, отсутствия газификации района. Задачи и перспективное направление социально-экономического развития района в 2019 году. Создание благоприятных условий для продвижения инвестиционных проектов на территории района. Есть надежда на запуск хлебозавода, имеется инвестор. Проблема в электроподключении предприятия. Сумма, которую объявили, 200 тысяч рублей, для него неподъемная. Всего-то нужно поставить один столб и провести 45 метров проводов. Над этим вопросом тоже будем заниматься и, возможно, тогда завод заработает. В апреле был проведен осмотр инвесторами здания ленозавода. Инвесторы очень заинтересовались данным объектом, имеются намерения организовать там ленопереработку. Это как раз совместно с южским перерабатывающим заводом. Проявляют интерес инвесторы по развитию туристического бизнеса. В мае запланирован приезд в район заинтересованных листов для оценки местности уже, например, постройки гостевых домов. Далее. Продвижение инвестиционных площадок района и его туристические привлекательности в сети интернет. То есть мы должны шире использовать развитие вот этой социальных сетей, различных порталов для того, чтобы продвигать. То есть у нас красивейшие места, хорошей экологии достаточно. То есть и я думаю, это сработает. Просто, может быть, действительно люди не знают, что есть возможности сюда приезда и, пожалуйста, хоть строительство дома, хоть развитие какого-то бизнеса. Приоритетными задачами остаются сохранение действующих христианско-фермерских хозяев, участие в госпрограммах и эффективно использованные средства государственной муниципальной поддержки. Это в первую очередь оказание помощи на получение грантов КФХ. Есть реальные шансы на получение грантов в 2020 году от КФХ Шаров. Необходимо подготовить просто в текущем году требуемый пакет документов. Что касается нас, мы готовы оказать любую помощь. Надеемся, что реализуем данный проект. Далее. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры. Актуализация систем теплоснабжения. Потому что буквально недавно встречались с специалистами. Когда они посмотрели на нашу имидж схему теплоснабжения, то они сразу же указали на болевые точки, ключевые, где дома не отапливаются. И они прямо попали в яблочко. То есть это было чисто просмотрено без различных анализов, цифр, данных. Чисто вот посмотрели схему и уже сказали. Поэтому ее необходимо делать, чтобы нам сделать ее более рациональной. Проведение ремонтов дорог. В связи с этим необходимо разработать ПСД на улице Доронинская. Гравийное исполнение. ПСД на улице Калинина в асфальтном исполнении. Это как бы наше видение. Участие в программе детский спорт. Для этого необходимо разработать проектно-сметную документацию на ремонт спортивной площадки на улице Калинина. Такое предложение поступило, как реконструкция ледовой площадки, а также на улице Калинина, с устройством крыш ангарного типа. Подготовка смета на ремонт системы вентиляции и косметического ремонта в спортзале Пестяковской школы. То есть тоже на этот счет имеются уже кое-какие договоренности. Продолжение ремонта на деньги, выделенные по наказам избирателей в спортклубе «Вектор». Завершение работ по освещению улицы Кирова, фабричной улицы Гагарина. Продолжение решения вопроса по ремонту бани. Подготовка документов для участия в проектах формирования современной городской среды. Сейчас в этом направлении плотно работаем. Собираем заявки и задача войти в 2020 году именно в федеральную программу. Вхождение в программу развития сельских территорий. Тоже есть все предпосылки для ее участия в ней. Укрепление материально-технической базы, учреждения образования, культуры, обеспечения их безопасности. Привлечение молодых кадров в сфере образования, культуры, здравоохранения района. Даже путем заключения таких договоров. И небольшие это деньги для района, но тем не менее это возможно даст нам какой-то шанс, что к нам вернутся специалисты. Потому что мы везде не хватает уже. Или те, что есть специалисты, они уже все-таки пенсионного или предпенсионного возраста. Содействие строительству жилья и социальных объектов в районе. Оказание поддержки отдельным категориям граждан. Наращивание собственной доходной базы местного бюджета. Сокращение недоимки по налоговым и неналоговым платежам в консолидированный бюджет района. Легализация теневой заработной платы. Содействие созданию новых рабочих мест. Повышение эффективности проведения аукционов по продаже имущества земельных участков. Усиление земельного контроля. Повышение доступности и открытости в деятельности главы и администрации района. С налажением обратной связи, в том числе в социальных сетях. И мы начали постепенно показывать свою работу и в таких соцсетях, как ВКонтакте и Инстаграм. Ну и реализация намеченных целей и задач социально-экономического развития района. Это общая задача органов местного самоуправления. Депутатов Совета района и Совета поселений. Предприятий и организаций. А также всех жителей Пистяковского района. Спасибо за внимание. Доклад окончен. Но как бы еще в рамках, например, по ремонту автомобильных дорог, запланированных которые в текущем году. То есть сразу же я скажу. Это у нас в районе ремонт участка дороги Мордвиново-Осинки. Ремонт участка автодороги Глуполова. Ремонт участков улицы Стадионная. Ямочный ремонт Стадионная. Это исправление профиля дороги. Ямочный ремонт мира, социалистической, рабочей, тупицы на Гагарине, кладбище. Исправление профиля дороги. Это улица строителей. Исправление также профиля дороги. Покрытие щебеночной фракцией. Улица Чкалова-Зазерная. Устройство покрытия. Асфальт. Улица Гагарина кладбище. Здесь 52 метра. Улица Рабочая. Асфальт. 257 метров. Улица Советская. Тоже асфальт. 210 метров. Ну и все остальное тут зимнее содержание, гиггировка и тому подобное. Спасибо еще раз за внимание. Готов ответить на вопросы. Готов ответить на вопросы.